Всем привет, с вами Мосс. Знаю, ребят, многие хотели, чтобы я немного разнообразил контент, ну вот этот, может, отчасти затянувшийся марафон из бюджетных сборок, топ-10 бюджетных бестов, и показал чего-нибудь эдакого новенького, скажем, геймплейчика. И вот как раз в прошлый выходной мне выпала прекрасная возможность, потому что в одном из матчей уикенд лиги, ну вы уже поняли из названия, я попал на профессионального футболиста из Германии, с его именной карточкой 99, с неплохим скиллом, и матч получился довольно напряженным, но и предвосхищая все эти многочисленные вопросы, камера моя называется вид отворот, настройки по умолчанию, но масштабирование ноль, плюс эта камера висит на определенном стадионе, в котором она расположена чуть ниже, это дает мне чуть больший угол обзора. Ну, кто не может смотреть на эту камеру, кому она режет глаза, уж сори, я все же играл для себя, играл в икенд лигу, так что не обессудьте. Приятного просмотра! Пару слов о нашем сабже. Это Давид Раум, родился в один день со мной, но на 10 лет позже. Играет левого полузащитника в клубе Гройтерфюрт во второй Бундеслиге. Команда сейчас скромная, но со славной историей. Зеленым сто с лишним лет они трижды выигрывали Бундеслигу, и даже полвека назад брали кубок Интертото. Раум также осветился в молодежке сборной Германии, но, видать, тренировкам мешала FIFA. Пруф – его обычная карточка с рейтом 61. Вот только из-за сотрудничества с электриками Раум выбил себе вот такой ништяк. ЛФД со всеми статами 99. Дело было в воскресенье, примерно в 4 ночи. Если матчмейкинг не врет, немец, как и я, шел на Элиту 3. Себя любимого он впихнул в добрую АПЛ-ку. Мой состав – традиционная моцарелла с кусочком томата и щепоткой базилика. Вспоминая 45-й год и понимая, что это не очередной проходной матч, пользуюсь заменой и тоже врубаю ультра-мега-киберспортивный режим. Узкий ромб, перешеч на страйкера, стерлинг на цапа, указания, стратегия, блицкрик, в общем, погнали. Начало матча сразу раскрыло стратегию хитровой юнге – играть на того, кто будет забивать с любых позиций. Была бы у меня такая карточка, я б тоже не брезгал. Хорошо, что мимо. Ну а мои молодцы, в свою очередь, ответили опасной контратакой. Белотти рванул по флангу, остановился, подумал, отдал жесткий пас, а вот на добивании – 5 звезд на слабой ноге гамшика во всей красе, мимо пустых ворот. Спасибо тебе, Марек. Спустя пару минут зарабатываем угловой и делаем классический для ВЛ развод. Подзываем игрока, выдергивая сопа и отвлекая внимание, а остальным говорим – бегите на ближнюю, куда благополучно и вешаем. Задумка прошла, вот только Перешич в цель не попал. Ну а Раум, как вы понимаете, продолжал загружать Раума. Бить такому читеру давать нельзя. Слава богу, защитники у меня годные и блоки ставили только в путь. В середине первого тайма я тоже попробовал подержать мяч и подготовить пару лонгшотов. Белотти пристреливался, но для Куртуа это семечки. На 36-й минуте можно и нужно было забивать, но лучше враг хорошего. Стерлинг мог спокойно убегать один на один, вместо этого дрожащие лапки автора изобразили зачем-то берба спин. Почти сразу жара была уже у наших ворот. Слава богу, в раме не до Нарума, он такие пропускал регулярно. Ханданович не без труда, но с такой закидушкой справился. На 42-й минуте Стерлинг и Белотти соображают очередной опасный момент. Острый угол, удар низом и итальянская пушка снова стреляет холостым. Вы тут спросите, какого черта с двумя лямами монет я до сих пор катаю этой деревяшкой и не куплю себе хотя бы игуаина. Отвечу так, с охотником он как минимум не хуже. Опять звезд на слабой ноге и скилл игры головой при вязком стиле игры просто необходимы. И вот вам пруф, с неудобной позицией, ближнюю девятку, мимо Куртуа. Знатная банка, правда? Кто-то скажет, мол шара залетела, но я поверьте знал заранее, что сейчас будет бомба. На перерыв мы уходим при более-менее равной игре с нулями отборов с моей стороны. Ну и главный герой матча свое слово еще не сказал. Отметить, что против читерской карты 99 играть сложно, это ничего не сказать. Ну просто посмотреть на эту пляску. Тут что джоки, мув дави, что отбор, что подзывай второго, толку вообще ноль. Только и успевай ставить блоки. Даже с острого угла его удары были чертовски опасны, и Ханданович пару раз реально выручил. Вообще немец взялся за меня серьезно и в защите был правда хорош. Мои раскаты через центр перестали проходить, и я начал пробовать фланги и больше играть, уповая на контратаки. При этом, разумеется, не меняя ментальность на защитную или, боже, упаси автобус. На 73-й минуте план, казалось, сработал. Белотти убегает один на один, ловит фолл, и это, господа, даже не желтая карточка. Спасибо, EA, реалистичность запредельная. На 78-й минуте пробуем то же самое. Ситуация один в один, только на этот раз без фола. Белотти ставит корпус, и скорости убежать ему хватает. Проталкиваем мяч мимо Куртуа, 2-0, и Раум понимает, что матч уже не спасти. Не уверен, что вы что-то полезное подчеркнули из этого видео, но матч вышел действительно прикольно. Мне было приятно сыграть с этим парнем, и после игры я даже написал ему в личку, мол, старый, спасибо тебе за игру, успехов в реальном футболе, на настоящем футбольном поле. Но он, правда, что-то не ответил, видимо, редит занятой. Ну и, ребята, если вы тоже сталкивались, на самом деле, с такими историями и попадали на реальных профессиональных футболистов, то обязательно напишите, на кого именно. Мне реально интересно в комментариях посмотреть, насколько часто это случается, и кому еще так, скажем, повезло. Если вам понравилось это видео, то не забудьте влепить лайк. Если вы новое, обязательно подписывайтесь на канал, а ссылка на группу ВКонтакте со всей полезной инфой будет, как всегда, в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok